В операционной главный внештатный хирург области Геннадий Беляев и детский врач-хирург высшей категории эндоскопист Олег Новицкий. Показательную операцию проводит хирург из столицы Достан Рустемов. Помощь нужна ребенку, который лишен возможности самостоятельно питаться. Специалисты устанавливают ему гастростомическую трубку, чтобы питание и лекарства вводились непосредственно в желудок. Эндоскопически через рот проводится камера в просвет желудка под ее контролем. Специальными гастрофиксаторами фиксируется желудок и устанавливается гастростомическая трубка. Она будет находиться в передней брюшной стенке. Теперь о трубке в носовой или ротовой полости пациенту можно забыть. Усилиями столичного специалиста и североказахстанских хирургов операция прошла успешно. Хирурги Североказахстанской областной детской больницы приняли в этом активное участие. Вместе мы прооперировали четырех пациентов и им установили такие гастростомические трубки. Последние две операции практически они самостоятельно уже под контролем выполнили. Все нюансы они, я так думаю, усвоили и в дальнейшем могут активно это все внедрять в ваши области. В то, что жизнь станет легче, надеется мама 13-летнего Мираса, которого только что прооперировали. У юноша ДЦП – эпилепсия. Более восьми лет они применяли зондовое кормление, которое при длительном использовании вызывает сосложнения в виде пролежней кровотечений. Трубку нужно было менять каждые 5-7 дней. Когда узнали про такую методику, не раздумывая, решились на операцию. Мирас родился, получается, глубоко недоношенным ребенком с весом 860 грамм. И с самого рождения у него были проблемы с глотанием. И почти, ну как два года мы пытались сами кушать, но постоянно были аспирационные пневмонии из-за того, что ребенок плохо глотал. Большая благодарность ТО «Гелика» за то, что они организовали такой мастер-класс. Большое спасибо врачу Достанзейну Лавичу за то, что он провел нам такую операцию. Теперь сменить гастростому можно будет самостоятельно через полгода или год, а выпишут Мираса еще трех пациентов уже через 3-4 дня. До настоящего времени в Сирогазастанской области использовалась установка традиционной гастростомии. Делали разрез живота, вскрывали брюшную стенку. Это был большой объем операции, высокая травматичность пациентов. Долгий период восстановления и неудобства трубки в использовании. Сегодня благодаря новому видеоэндоскопическому оборудованию, которое приобрели при поддержке областного Акимата, мастер-класс с участием республиканских и международных специалистов состоялся. Мы этим долго интересовались и мы пригласили, долго перевели переговоры, пригласили специалистов. Мы после этого медицинского совета будем проводить масштабное дальнейшее обучение нашего персонала с целью отбора таких детей, выявления таких детей. И в дальнейшем мы думаем эту практику внедрить. Вопросы финансирования данной дорогостоящей гастростойной трубки будет решаться на уровне совместного управления здравоохранения, на уровне Министерства здравоохранения и фондового обязательства здравоохранения. Я считаю, что это серьезный прорыв. К слову, стоит такая трубка почти полмиллиона тенге. На теоретической части мастер-класса специалисты обсудили прошедшие операции. Особенности анестезии при них рассказали о видах гастростом и уходом за ними, а также затронули тему специализированного питания.